Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги! Разрешите поблагодарить организаторов данного мероприятия за предоставленную возможность представить результаты нашего исследования по использованию высокодозной химиотерапии в лечении пациентов с рецидивами медуобластомы. Как всем хорошо известно, опухоли центральной нервной системы – это наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование в структуре детской онкологической заболеваемости. Примерно 10% из всех опухолей центральной нервной системы относятся к эмбриональным новообразованиям по данным современных статистических исследований. И подавляющее большинство этой группы – это пациенты с медуобластомой. Пик заболеваемости приходится на возраст от 0 до 4 лет. И также хотела бы остановиться на том, что смертность от опухоли центральной нервной системы до сих пор остается одной из основных проблем и в младенческой смертности, и в детской смертности, которая уступает место лишь перинатальным осложнениям, врожденным аномалиям или несчастным случаям. Актуальность темы состоит в том, что на сегодняшний день мы действительно не имеем эффективных современных протоколов по лечению рецидивов медуобластомы. Существуют два исследования, которые показали, что до сих пор выживаемость пациентов этой группы при наличии рецидивов заболевания остается довольно низкой и не превышает 10-20% по этим данным опубликованным. В наше исследование было включено 52 пациента, это дети и молодые взрослые с медуобластомой, имеющие рецидив в анамнезе. Средний возраст составил 8 лет. Большая часть в этой группе были мальчики. Подавляющее большинство гистологического варианта – это была классическая медуобластома. Где-то практически половина пациентов имела первоначально в дебюте заболевания распространенную стадию, это М-плюс заболевания, наличие резидуальной опухоли после оперативного лечения. И нужно сказать, что к моменту выполнения высокодозной химиотерапии пациенты получали вторую линию химиотерапии, и большая часть больных достигла полного или частичного ответа. Источником гемопоэтических стволовых клеток для проведения последующей аутотрансплантации мы использовали стволовые клетки периферической крови, костного мозга, либо их комбинацию. Всем пациентам с помощью различных методов нейровизуализации был установлен рецидив медуобластомы. После этого все больные получали стандартные курсы противорецидивной химиотерапии, они включали 4 блока, либо комбинацию карбоплатина, этапозит с интервентрикулярным введением этаграя, либо были пациенты, небольшая группа, которым водился тимозоламид, также с интервентрикулярным введением этапозита. После 2-3 курса выполнялся аферез, заготавливались стволовые клетки, и в дальнейшем пациенты уже переходили к этапу высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. После завершения блока высокодозной химиотерапии пациентам проводилась поддерживающая химиотерапия, локальная лучевая терапия или продолжение интервентрикулярной поддерживающей химиотерапии. В режимах высокодозной химиотерапии мы использовали следующие препараты. Это высокие дозы карбоплатины, этапозида, театепы. В случаях, когда пациентам при стандартных блоках водился таграй, и пациенты имели резервуар АМАЯ, мы включали в режим кондиционирования интервентрикулярное введение таграя, и 2 пациента получили режим высокодозной химиотерапии с использованием театепы и тимозоламида. Восстановление кроветворения по нашим результатам зависело статистически достоверно от количества реинфузированных стволовых клеток и источника гемопоэтических стволовых клеток. Нужно сказать, что наиболее оптимальным источником послужились стволовые клетки периферической крови в дозе больше 3 миллионов клеток на килограмм, что позволило уменьшить день приживления и снизить частоту осложнений, связанных с этими осложнениями, летальности. Таким образом, в общей группе пациентов с рецидивным медуобластом выживаемость 5-летняя составила 52%, безрецидивная – 45%. Мы попытались исследовать различные факторы, которые могли влиять на выживаемость безрецидивную и общую, и нами было показано, что статистически достоверно при классической медуобластоме мы имели гораздо выше уровень общей выживаемости пациентов по сравнению с пациентами с анопластической и десмопластической медуобластомой. Все пациенты, которые сохранили химиочувствительность и после 4 курсов стандартной противорецидивной химиотерапии имели полный или частичный ответ, также имели высокий уровень общей выживаемости по сравнению с пациентами, у которых не было получено ответа, и те больные, которые пошли в стабилизации заболевания, все погибли от прогрессирования в ранние сроки после трансплантации. Также нужно сказать, что у пациентов с поздним рецидивом выживаемость выше, она составляет 60% по сравнению с больными, у которых был выявлен ранний рецидив, и это составило 42%. Когда мы обсуждаем высокодозную химиотерапию, всегда встает вопрос о токсичности этого метода. Нужно сказать, что мы использовали стандартные методы оценки, это CTC-критерии последние, по данным которых мы выявили осложнения четвертой степени только в 13% случаев по различным органам и системам. Основными осложнениями, которые мы наблюдали, это были тяжелые инфекции, токсичность кожная, печеночная и тяжелые мукозиты. Общая кумулятивная частота посттранспционной летальности составила 13%, и основными причинами были тяжелый сепсис у четырех пациентов, у одного пациента это тяжелый мукозит, и один больной умер от веноклюзионной болезни. Таким образом, хотелось бы сказать, что высокодозная химиотерапия может быть методом выбора у пациентов с рецидивом медуобластома, которые сохранили химиочувствительность. Воскодозная химиотерапия не будет эффективна в группе селвич-терапии у пациентов, резистентных к противорецидивной химиотерапии. Пациенты с поздним рецидивом заболевания имеют достоверно лучшую выживаемость без прогрессирования по сравнению с больными, развившими ранний рецидив. И при классической медуобластоме мы отмечали лучшую общую выживаемость в сравнении с другими подтипами медуобластома. Спасибо большое всем за внимание. Также хотела поблагодарить наш педиатрический коллектив, нашу мультидисциплинарную группу за совместную работу. У меня такой вопрос. Вы там вначале делили пациентов на две молекулярно-генетические группы. С H-H там было 5 пациентов и потом 4 группа. А как Вы определяли эти группы молекулярно-генетические? Это были пациенты, которым определялась группа Хильдельберге. Только пациенты... Там количество 11 больных, у которых из 52 была выявлена молекулярная группа. И вот они распределились примерно пополам. Потому что я удивился, что нет ни одного больного с рецидивом медуобластома из третьей группы. Вот в нашей группе пока... У меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, Асмель Горна, Вы делали мультифакториальный анализ? Потому что понятно, что факторы по одному работают. А делали Вы мультифакториальный анализ? На сегодняшний день на этой группе пациентов мультифакториального анализа мы не проводили, так как всего 52 пациента, но мы продолжаем работу. И еще у меня один вопрос. Вы писали, что часть больных получали повторную лучевую, да? А доза ее? Это была только локальная лучевая терапия, так как пациенты в анамнезе уже получали крайнеоспинальное облучение. Я поэтому спрашиваю, в каких дозах? Дозы, это рассчитывали уже лучевые терапевты, мы к этому не имели отношения, могу сказать. И я хотел просто всем сказать, это у меня замечание ко всем докладчикам, друзья мои. Treatment results, treatment results, это не кривые выживаемости только. Это прежде всего табличка, в которой говорят, сколько было всего пациентов, сколько нонреспондеров, какова летальность. Я этих таблиц почему-то в нейроонкологических докладах не вижу. Они должны быть, это как, это святое. Это мое короткое замечание на будущее всем. А кривые это потом. Кривые, знаете, вещь такая. Я хочу увидеть в таблице, как бы включали больных, сколько было бы больных, как они распределились по событиям. А потом я посмотрю на кривые. Без табличек кривые не валидно. Спасибо большое.